приветствую вас друзья как обещал сегодня будет у меня в гостях макита рубрика с белгород знакомьтесь андрей андрей представитель компании первый раз на ю тубе так сказать вот надеюсь вы его примете как меня что мы все будет первый у нас будет несколько роликов первый ролик на всем будет чисто по импактам особенно очень интересно посмотреть 40 вольтовый и по 17 вольтовый потому что ходят такие легенды что это вроде как одно и то же и зачем переплачивать но мы это разберем на об этом просмотра может быть правда зачем зачем переплачивать есть старый добрый 18 вольтовый impact макитовский это все посмотрим также посмотрим на бюджетную серию импактов это чуть дороже 12 вольтов 12 вольтовый стоимость тушки в районе 4000 рублей так чего сейчас говорю помните распродажу мы наборов устраивали где был 333 шуруповерт это будет отличное дополнение к ним да 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 4 рубля тем более данный набор и покупали в основном мебельщики данный impact не сказал что супер мощный но но 110 ньютон на метр крутящий момент тем не менее для большинства задач очень хорошо подойдет и немножко у нас будет такой экзотики это масляный масляный импакт посмотрим как работает и можно сказать уникальный да не у кого такого нету но ни у одного из известных производителей такого точно нет ты за и пол это вроде как импакт но у него сделано здесь а типа как шуруповерте то есть можно вот так все переключать инструмент 4 в одном да то есть такой не один встреча ну перед роликом давайте подведем итоги конкурса помните с кириллом ролик у меня был и так кто у нас получает толстовку мои поздравления дмитрию дмитрий и 6 не пожалуйста на почту которая указана будет внизу в описании под видео куда тебе высылать данную толстовку хайкоке и 2 у нас был приз толстовка но толстовка у нас по самому популярному комментарию сейчас он посол какой самый популярный комментарий выберет youtube алекс н толстовка твоя также отпишите на почту которая будет указана внизу в описании под видео кто не победил не расстраивайтесь что мы все разыграем сегодня мы разыграем толстовку и фирменных понял термос до до приоткроем небольшую завесу тайны толстовка точно такая же как удаление да а как будет давай что будет рандомно у нас рандомно у нас будет кружка ну давай да рандомно сделаем кружка за самый популярный комментарий сделан толстов самый популярный не тот комментарий который наберет много много лайков то что youtube я не знаю как их выводят вот самый популярный как вы сейчас видели также зайду отмечу самый популярный комментарий какой youtube выдаст самый популярный комментарий тот комментарий и победит а по кружке все как как всегда просто как вы любите лайкос подписываться коментоз ну так что давай то возьмем всяких с мелких начнем давай так у нас есть одна бесщеточная модель бесщеточная модель стоимость на районе 7000 басов тушка щеточная но начну будет вообще производиться или нет ну пока планируется производить нужно сказать тоже что это основная линейка одна из трех аккумуляторная называется на cxt на 12 вольтовой платформе более 90 инструментов выпускается будет выпускаться тогда посмотрим на что не способна начали позорим какая разница по мощности до 110 получается у него только один же режим в этом получается несколько режимов до до soft hard и режим работы с болтами сейчас мы чисто так по максимуму сразу начнем с максимумом а потом проверим на чувствительность ну что давай так потихоньку сейчас засвернился раз-два-три не хочет а у тебя ну так не захотели уменьшаем калибр уменьшаем калибр но емкость аккумуляторов увеличили 2 до 4 ампер часов цель потом посмотрим разницу также поставил 2 ампер и 4 ампер потом это мы сделаем на каком-то одном из этих импактов дек дек готов сейчас засверлюсь раз-два-три чуть-чуть медленно а если на этот сейчас поставим четвертку оставим а здесь двойку раз-два-три еще потому что спалим раз-два-три но уже разрыв меньше да все таки емкость зарею как-то влияет вот и что по поводу данных и подключить не будем рассказывать режимы хуже расскажите режима но по сути здесь три режима основных это режим hard для работы с большим крепежом режим со для работы с маленькими семечками с маленькими саморезами и режим авто для работы вот давай семечкам я думаю на потому что все равно если это импадут брать его будут брать для каких-то точных работ на маленькие саморезе кисть сейчас мы посмотрим 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 как дэкс 1 а этот тоже попробуем первый режим у нас будет автоматически да то есть автоматически наверно начнем с режима hard сожжет с мощным до жесткого режима трубов лишь наводит он вот так и на более мелком крепеже как это все работает работает это следующим образом закручивается высокой скоростью с большим количеством ударов переключаем режим ставим режим soft до средний режим да это меньше оборотов меньше ударов для более деликатных работ для лучшего контроля инструмента то автоматически и есть режим авто который думает за вас работает следующим образом начала подгазовка тогда да да сначала засверливают потом подключают удары и потом максимальное количество ударов дает на осноску кому подойдут данные импакты данные импакты подойдут как для небольших домашних работ и целевое их назначение это для мастеров которые нужен легкий вес маленький размер для компактных кухню собирает ну к примеру для для работы с большим большим крепежом да вот этого нужна легкость вот вот это вы не стали пробовать знаете с него бы пошел что касаемо обслуживания плена эту схемку кажется мы не не брали не вот этот недорогой в обслуживании вам сразу скажут мотор стоит и уже как-то говорил эксперимента мы делали с этими моторчиками на 60 вольтах пакетовский моторчик сгорает пытались выяснить других вольтажа он сгорит мотор стоит в районе 400 рублей выключатель здесь стоит на уровне штука штуки я думаю ну и сама механическая часть также тысячи две то есть как бы он реально ремонтно приводит что касаемо поэтому по бесщеточным но сами знаете бесщеточные дату скорее всего подорожда блок вот этот эти все автоматические увеличения там крутящего момента что он автоматически подкрепеж подстраивается и здесь он будет стоить дороже напомню стоимость бесщеточного семь тысяч рублей еще точного четыре тысячи рублей но у бесщеточного будет больше ресурс ну тут все равно видишь она двояко вот мне говорят вот вот еще так нету значит он будет работать очень очень долго как заявляет производителя как заявляет производитель у щеточного двигателя ресурс порядка 300 часов у бесщеточного двигателя от 5 до 15 тысяч часов щеточный 400 рублей с паяльником дружишь ну так мы не работают дольше лара это риторический вопрос там как-нибудь мы сделаем видео именно щеточные бесщеточные двигатель но это я может уже сам сделал то есть обобщу вообще все бренды и как бы сделаем все вывод можно щеточный мотор либо не нужен щёточный мотор здесь также если она это было бы многим интересно это было бы многим интересно для производства какого-то конкретного да а если для дома не будут это узала заплатила честно скажу ну когда есть инструмент бесщеточным двигателем за небольшую цену как например есть 18 вольтовой линейке да тут тоже бесщеточный двигатель никаких регулировок самая простая модель влево вправо еще и стоит недорого ладно что сейчас будем 18 40 вольтовый говорят что нет нет разницы он несколько обзоров есть на ютубе везде везу к витаре и написаны что деталь да давай попробуем зуми обзор на него не было может правда резницы нет разница есть макита так нам пытается тот маркетинг нет это более технически продвинутый инструмент гораздо мощнее гораздо интереснее уже куча разных фишек идет кстати по габаритам они примерно одинаковые ну плюс минус все же 40 вольтовый будет немного больше в диаметре немного больше в длине опять же за счет чего он увеличился за счет увеличения именно молотой накования то есть редукторной части и за счет увеличения крыльчатки потому что работает данный инструмент с более высокотоковыми аккумуляторами лучше на охлаждение и кстати и в той и в той модели есть радиаторы на оплате в этом разберем потом все посмотрим и даже разберем выдумал редуктор также посмотрим в чем я думаю да здесь такая удобная штука есть с помощью удобнее то есть не надо внизу здесь тыкать а можно переключать верхней части она и так программируется во первых когда во первых можно переключаться просто между режимами скорости выглядит это следующим образом во первых на данный тридерный переключатель мы можем переключать скорости и количество ударов для работы с разными типами крепежа выглядит это следующим образом более удобное переключение скорости нам не нужно тянуться к данной клавиши постоянно тыкать на нее переключать смотреть отвлекаться от работы помимо этого на данный переключатель мы можем запрограммировать два режима происходит это вполне простым способом нажимаем две кнопки режим запрограммирован после чего выбираем любой из других режимов и переключаемся только между ними для сброса также нажимаем две кнопки и также начинает переключаться просто скорости по воду режимов сильно так углубляться мы не будем но в отличие от 40 вольтового 18 вольтового чуть меньше на два режима 18 вольтового это 8 режимов 4 основных режима выбора скорости и количества ударов режим работы с длинным крепежом в дереве режим работы с тонким металлом с толстым металлом и авторежимы работы с болтами и гайками что же будет через 10 лет ну через десять лет уже вот здесь вот будут кнопки мне кажется из десять лет мы просто будем запускать телефон будет работать за нас она уже больше то connected с телефоном попробуем большой анонс небольшой анонс и японии уже вышел программируемый импакт 40 вольтовый с телефонов до все сейчас телефона нет все ждем у нас да ну что давай самое интересное что что подопробуем их работе конечно же эти не потянули сейчас попробуем будет ли разница или может это все одно и то же так подождем битка 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 там торт иногда там торкс 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 так у меня подходит да все у меня есть четыре центра и кстати вот блин вот почему вот макита не сделают как будто вот щелк и она зашла ну потому что у нас автоматически реально удобно вот у вас у нас лучше все фиксируется ты это контролируешь процесс потому что когда ты просто его пальцем там непонятно защелкаешь не защелкаешь а здесь всегда фиксируется ты знаешь что он тебе закреплен не вылетит никуда хорошо это вроде как мелочь чё давай пробовать да давай пробовать вставляем самый высокий режим до 4 аккумуляторы у нас тут примерно одинаковые да у меня получается пятерка на 40 вольт он четверка читала за сферимся раз два три быстрее но ты закрутил поглубже ну давай еще разок для чистоты эксперимента решили еще раз повторить то что немножко у нас малярка не было но одинаково на заморезах на наших нагелем называются ну да на одинаково него она была намотана почему потому что блин брус у нас небольшой и дальше пойдет стол чтобы вот вот будем сверлить вот до этого раз два три быстрее быстрее ну не намного блин а по вольтажу в два раза быстрее больше ну так моменты не два раза больше крутящий давай попробуем момент больше всего на 40 ньютон на метр саморезы поменьше давай поставим может быть режим поменьше или разом и мощным не довольно довольно 1 1 все давай на первом на режиме софт 1 2 3 слишком долго давай хотя бы на троечку поставил на метр очки быстрее давай еще раз на троечке раз-два-три я тоже вот эти ролики в ю тубе видел ну вот как-то так у колли тоже то же самое получилось когда на четверочку попробуем а крутящий момент не намного больше на 40 не то как бы тут 40 она не сказать что так слишком много были по идее вален 40 вольт а главное напряжение раз-два блин и тут аккумулятор просто лучше не упал давай знаешь как гуляли как дымится какие-то мне еще перчаток вышли сейчас мы все спалим ну и заключили я встречаюсь сверла по дереву 25 до повода сюда будем сразу хоп и все но на всю глубину да раз-два-три ну-ка даже сильнее зашло либо одинаково любой 40 вольтовый чуть быстрее давай еще разок 1 2 3 примерно одинаково ну чуть и так что у нас получается у нас получается примерно как у всех на ю тубе ну в целом одну и ту же работу 40 вольтовый шуруповер делать немного быстрее чем 18 вольтовый в некоторых моментах даже похуже но учитывая того что насколько знаю у них цена примерно одинаково на данный момент и опять же да цена за голую тушку без батарейки примерно одинаковая но на 40 вольтовый импакт есть акционные наборы которые идут с одной батарейкой 40 вольтовый и зарядным устройством за аналогичную стоимость скоро у меня будут аналогичные сеты аналогичные с этой с макитой то есть как вот было это с довольтом сейчас мы также макиту в народ будет двигать по закрытым распродажам разберем я думаю надо и в конце посмотрим да в конце посмотрим на разберем баха там все одинаково нет такого не такого не будет а давай к этому к эксклюзив чеку масляный импакт почему эксклюзивчик потому что как бы ценник у него довольно-таки нормальный да ну порядка там 20 до 20 у меня не толком как бы вообще честно скажу не продавались один человек интересовался это я так понял он нужен был чтобы ну короче вы зажили как вот импакты работали тут реальность так ты гаши целый день он работает очень-очень он работает тише да там немножко устройство другое но у него не немножко у него принципиально другое устройство редуктора это не стандартный молот с наковальней это гидравлическая система с гидравлическим ударом и основное отличие от привычного механического удара в том что он по времени происходит дольше при заявленных 40 ньютон крутящего момента одну работу одну и ту же он делает не намного дольше то есть не в три раза меньше будет разница по времени закрутки крепежа сейчас просто ради эксперимента что вам показать сравнивать честно скажу никогда не разбрал данный импакт он вообще никогда же в ремонт не попадал не по гарантии без гарантии штука прям таки эксклюзивный и еще один эксклюзивный вот это эксклюзивный то есть вроде как им да что касается кстати масляного тоже скажем всего в мире порядка двух-трех компаний делают в принципе импакты с гидравлическим ударом во имя есть кажется другие компании ну да эксклюзив эксклюзив до такого на делу я вообще ни у кого не встречал то есть это рубашка вроде как импакт и шуруповерт такой это инструмент 4 в одном это обычная безударная дрель это ударная дрель это шуруповерт привычный но что его отличает кстати от всем известных нам шуруповертов с трещоткой то есть ну когда мы выставляем диапазон крутящий момент срабатывает трещотка начинает трещать здесь же муфта будет электронно как 40 вольтовым шуруповертю нашим и этот инвестиционный удар работа с импактом что давай попробуем начнем с чего я думаю стоит сравнить масляный масляный факт и 171 моделька 18 да давай раз два три примерно одинок 40 ньютон крутящего момента 180 ньютон крутящего давай еще разок так так раз сейчас засунусь давай раз два три ну не намного может быть и однородность древесины еще влияет это тоже конечно дает подсвешность в целом при работе с одним и тем же крепежом в плюс-минус однородный материал разница будет до секунды в плюс именно механическому сейчас даже смотрите скорее всего когда мы работали импактами у меня на монтаже будет звук занижаться здесь вот звук занижаться не будет то есть и он где-то разу 2 меньше на 20 декабря кому подойдет там где тишина должна быть но не совсем там где тишина во-первых стоит сказать что максимально крутящий момент данный инструмент выдает на соединение металл металл то есть например на кровли металлокровли либо на работе с профлистом как вариант один из вариантов его применения и когда мы закручиваем много крепежа если мы работаем с привычным импактом то концу дня когда мы много много часов поработали с ударным инструментом и не использовали наушники либо беруши голова будет трещать с данным инструментом такого скорее всего не будет потому что работает он на порядок тише и деликатно вот когда за вжаварю человек интересовался ему нужно было работать чтобы не было большого шума вполне подойдет масляный пак ну конечно по поводу и кстати одну и ту же работу он будет выполнять более деликатно мы лучше сможем контролировать процесс заворачивания крепежа работает более мягче я может быть как и будет соберу сделаю отдельное видео по маслянику полностью разберу сейчас вы разбирать не будем что довольно много механизмов конструкция редуктор у него сложнее когда требует внимания и поэтому лучше это я один сделал чисто обзор на масляный импакт давай по поводу сейчас режимы рассмотрим эксклюзивные новинки на не новинки блин это эксклюзивного импакта как ну да он на рынке уже очень давно были предыдущие генерации на 14 4 вольтовой платформе со щеточным двигателем соответственно вышла бесщеточная модель щеточные убрали остался сейчас по сути один в одном исполнении не скажу об этом нужно делать перегазовку кататься переключаешь вырасти можно перегазовку делаем в инструкции это не прописано поэтому в целом это что не нужно ну да это не грузовик механический переключается учел покажешь как он работает ну как я уже сказал оснащается данный инструмент электронной муфтой непривычным всем нам храповый механизм работает это следующим образом режим номер один при работе с шуруповертом остановился ставим режим номер два остановился при же номер три про сколько это все 9 режим номер 4 режим номер 5 режим номер 6 режим номер 6 то есть он как уперся автоматически выключился я правильно понял да все верно режимом панк а так полу да также это шуруповерт весь режим импакта на три регулировки скорости попробуем с 1 начать вторая скорость и третья скорость сверху сверху по дереву также можно в режиме импакта работы да ну можно работать в режиме импакта ну там можно работать в режиме сверление в режиме импакта посмотрим да попробуем на первой скорости ну как обычно почти шуруповерт и попробуем на второй скорости разгону дать защита защиту значит ставим скорость номер один какой вывод следует кондициальный удар не подключается включен импакте покажи как по факту так же как и импакт работает ну да с включением то унициального дара еще есть же сверление с ударом да есть также режим сверления с ударом который подойдет нам для работы по кирпичок либо по газобетону что дает нам этот режим сравнение например с обычным стандартным перфоратором мы можем делать более деликатно отверстие пример у края не боясь поломать материал который мы с вами а кстати ну ладно это не будем это по перфам тогда будем то что хотелось бы с одними фирмы там сравнить но только был пир рассматривать у них там тоже есть такая примочка начали потихонечку идет а потом как больше наваливает то есть только режим то есть вначале как вот мягкий режим а потом посильнее также чтобы этот уголок не отколол ну в принципе как мы все понимаем смысл ударной дрели это большое количество ударов с малой силой у перфоратор наоборот малое количество ударов с высокой силы поэтому для деликатных работ режим ударного сверления отлично итак четыре в одном получается у нас до четыре в одном один недостаток стоит нормально действий ну как принципе все хорошее но зато за меня 4 инструмента до 4 инструмента купить дороже почему я сказал что инструмент специфический нам просто за цены не специфические эксклюзивную то что из-за цены как бы очередь за ним просто не стоит ну я думаю кто кого есть финансовая возможность если возьмет данные инструменты жалеть не будет опять же данные инструменты есть поклонники которые им пользуются начиная с первых его генерации когда он был щеточным пользуется горе не знают мне в ремонт такой не поступало ни разу вот честно не по гарантии и без гарантии ну чё давайте разберем сейчас 40 вольтовый 18 вольтовый да посмотрим на утренку ничего разбираем первый у нас будет 40 вольтовый открутили и скрываем два импакта рядом 18 вольтовый и 40 вольтовый видно что у 40 вольтового блок электроники чуть больше также крыльчатка также чуть больше достаем всю внутренку два редуктора рядышком 18 вольтовый и 40 вольтовый разбирать их не буду все покажу на схеме но видно так сейчас визуально что 40 вольтовый чуть больше у нас схема 40 вольтового редуктора видим так особо ничего необычного и 18 вольтового тоже самое но они отличаются и артиклы у них разные даже патрон смотрите на 18 вольтовом меньше на 40 вольтовом больше якоря поближе как видим якоря сама магнитная часть одинаковая крыльчатка на 40 вольтовом чуть больше нежели чем на 17 вольтовом но сама магнитная часть железо на якоре одинаково по размерам статор 18 вольтового все по стандарту имеет 6 катушек идет отдельно от электронного блока стоимость статора где-то в районе восемьдесят рублей сам электронный блок стоит семь с половиной статор поближе от 40 вольтового примерно такого же размера тоже 6 катушек цены нет так как это новинка электронный блок также идет отдельно и также надо момент цены нет но 40 вольтового нижней части стоит радиатор охлаждения 18 вольтового его нет просто электронный блок выключатели как у 40 вольтового так и 18 вольтового пыли защищенные то есть вот это вот резинка это защита от пыли и у 18 вольтового тоже здесь стоит резинка еще одна резинка стоит на выключателе снизу ну и в конце как всегда пару слов об инструменте да это было типа моя реплика и так чему сказать я таких вот колоссальных отличий не увидел по работе вроде как тут вроде чуть мощнее вроде также работает вот якобы одинаково да у него крыльчатка больше 40 это более высокотоковый инструмент во первых он может при прочих равных он будет работать дольше на одном заряде аккумулятора он более лучше защищен от попадания пыли и влади этот инструмент в принципе идейно разработан для работы в тяжелых условиях ну здесь я думаю лучше сейчас оперировать ценой да при достаточно схожей цене за комплект без аккумуляторов мы можем купить 40 вольтовый инструмент по акционному набору с одной батарейкой и зарядным устройством очень хороший старт для сбора 40 вольтовой линейки инструментом ну как будто у кого есть 18 вольтовая линейка у кого есть 18 вольтовая линейка инструмента ради бога пользуйтесь ей если она вас полностью устраивает нет никакой идеи там распродавать на авито все что у вас есть покупать 40 вольт если кто-то начинает работает в особо тяжелых сложных условиях всегда можно выбрать из нескольких моделей честно честно я вам скажу честно я бы выборов почему-то 18 ну как в принципе в принципе эта линейка в данный момент она шире она включает себя модели которые можно использовать купить использовать дома это конечно же огромное количество садовый инструментом под 500 или 400 более 390 модель вот огромный на 18 макиты то что у них очень-очень большая номенклатура садовки я вот всегда вот и она будет пополняться и чему на варю тут короче приходит рито ты делал боюсь вот мучаюсь с какую какую-то линейку мне выбрать инструмента я стараюсь сказать ну как бы для дома как бы ну да для дома в своем доме живешь да в своем смотри макиту просто из-за того что я сам сам доме живу я знаю очень много саду да потому что он всегда может взять как дешевые варианты вот это да он там за 10000 рублей триммер с батарейкой зарядным устройством этот это же батарейка подойдет на шуруповерт на пилу на перфоратор и также она может подойти воздуходувкой в другие прочие инструменты 40 вольтовое что-то ну ну да здесь сейчас была пацана был выше был как бы да можно было сказать его 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 я только быть сюда одинаково евро этот инструмент он не для того просто более навороченный так вот скажем он более мощный он лучше защищен от агрессивных воздействий на инструмент более мощный как мы уже сказали но почему тогда он как бы уступил даже какой-то момент был как это же только первая модель которая на рынок поступила сейчас на рынке порядка 20-25 моделей в принципе 40 вольтового инструмента при почти 418 вольт то я просто считаю что как бы то есть не мощности больше дела а именно в технологичности потому что у него разных там фишек больше добавлю да конечно во первых больше режимов больше режимов как минимум больше ассистентов помощников работе что касаемо вообще в общем по импактам макиты сколько у вас на которую она большая же это у нас было это не все что у макит это наверное ну конечно и третий наверное этого не было до импактов очень большое количество они есть во всех наших аккумуляторных линейках в принципе сейчас три базовых аккумуляторных линейки 12 18 40 вольт также есть можно найти импакты на штырьковых аккумуляторах и для совсем уж консервативных поисков есть и сетевые импакты таким мало кто может похвастаться да и кстати вот не сказали мы вот этого часть этого часть она светится и знаете для чего это если вы оставили в темной в темной комнате свой инструмент или работали на хоп свет вы работаем и да где-то чтобы его найти и свет выключился мы можем найти по свету кольца наш инструмент нажать на него и у нас будет фонарик на сетевых тоже такой же стоит ну что-то друзья мы будем продолжать снимать это был только первый ролик 1 серии там будет довольно-таки но сейчас виталик подъедет подъедет александр там еще мастер один обещался подъехать то есть мы тут battle даже такой устроен тут будет довольно таман макитама мужичей больше man подтянется вот я такой вообще треш контент хочу сделать то чтобы они там до 100 ты видит их просто не знаешь они вот на такой степени находится один кричит все макита макита другой ады вольт вот как бы ну выбор должен быть всегда думаю бардал думаю следующее видео будет как бы более можешь сказать насыщенным потому что там будут уже непосредственно свое мнение высказывать мастера то есть люди которые непосредственно работают с инструментом я вот что я продаю инструмент продаем инструменты его ремонтирую ну как бы я даю живу в сом доме там работаю инструментом но блин ну не так профессионально то есть как вот этот виталик же либо александр который там каждый день там что-то ремонтирует что-то делают и так всем кого понравилось данное видео подписывайтесь на канал удачных вам покупок пока пока